В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. У кинотеатра «Искра» состоялся фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры. И видишь, какая у тебя голова получается изящная, и какое у тебя тело тоненькое такое. В Ленинском городском округе продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». Спасибо большое от имени всех жильцов нашего дома, потому что мы долго ждали этот ремонт. В Видновскую взрослую поликлинику поступило новое современное офтальмологическое оборудование. Гиперметропия, миопия, астигматизма, вот, то есть все это проверяется на этом аппарате. У кинотеатра «Искра» состоялся фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Организатор мероприятия, которое проходит в муниципалитете уже в 17-й раз, Центр детского творчества «Импульс». Подробнее о событии расскажем в нашем первом сюжете. В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры у кинотеатра «Искра» была организована площадка, где прошел конкурс творческих мастер-классов. Воспитанники досуговых центров и учреждений дополнительного образования показали свое мастерство и выступили в качестве наставников. Всем желающим ребята помогали попробовать себя в различных видах искусства. Сейчас мы собираемся делать все девочки браслеты делать. Если будут подходить к нам люди, мы будем им помогать и разбирать, если у них будут вопросы какие-то, и делать с ними браслеты или кольца. Плетения у нас бывают, как видите, разные. Вот можно сделать нам еще вот такие интересные декоративные деревья, тоже из больших, более быстреньких. Потом можно сделать у нас интересные есть монеты. Сам мой мастер-класс называется «Роспись алфавитной буквицы с изображением зооморфного животного». Так вот, я хочу научиться рисовать вот таким вот древним орнаментом, типа буквы, и сделать себе собственный сувенирный магнит. 60 мастер-классов стали участниками конкурса. Дмитрий Мусиенко занимается в кружке «Живая глина» Центра детского творчества «Импульс». Юный мастер поделился со своими учениками секретами гончарного искусства. И видишь, какая у тебя голова получается изящная, и какое у тебя тело тоненькое такое. И на него тоже нужно нарастить глины. Мы тут вылепливаем из формы колокола народную игрушку-козлик. Этому козлику мы в скором времени будем делать декор в виде капелек. Капельки будут очень красиво смотреться, вот как на вот этом. Вот такое будет получаться потом. Для меня это самый, пожалуй, радостный, завершающий конкурс, который мы проводим в учебном году. Он всегда проходит у нас на улице, ну так, массовым гулянием. Когда два года у нас не проходил этот конкурс, то многие звонили и спрашивали, а когда же будет и вернется ли он. На мероприятии присутствовали почетные гости, которые пожелали участникам фестиваля удачи и вдохновения на их творческом пути. Отдельные слова благодарности и вообще глубочайшего уважения педагогам, которые растят талантливых детей, которые вот несут и умело передают наши гордые традиции, наше искусство, наш язык, красивую речь, литературу. Я хочу сказать всем ребятам, занимайтесь творчеством, потому что это выражение всего, что только возможно в человеческой жизни. Это дает нам возможность развиваться, идти дальше, развиваться не только физически, но и духовно и морально. Создавали праздничные настроения музыкальные выступления творческих коллективов муниципалитета. Победители по итогам фестиваля были определены в шести номинациях. Все участники конкурса получили призы и почетные грамоты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». В этом году в нее вошло 18 подъездов и ремонт во всех завершен досрочно. С результатами обновления на своем избирательном участке ознакомился депутат Владислав Рымша, а вместе с ним и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлия Погасьян. Депутат Владислав Рымша активно взаимодействует с жителями своего избирательного округа. Сейчас ведет усиленную работу по созданию в многоэтажках советов жильцов и выбору председателей. Так недавно на проспекте Ленинского комсомола 48 и 58 наконец появились активисты, которые взяли ситуацию в домах под личный контроль. Они обратились к народному избраннику с просьбой помочь включить эти адреса в губернаторскую программу «Мой подъезд». Благодаря старшим, который действительно проявляет заботу у жителей своего дома, мы реализовали эти два проекта. Сейчас у нас в работе еще два проекта, соответственно. Но взаимодействие со старшими, на мой взгляд, это залог успеха того, что у нас сейчас здесь на территории округа проходит. В этом году по губернаторской программе в Ленинском городском округе отремонтировали 18 подъездов. Денежные средства на реконструкцию софинансируются из бюджетов муниципалитета и Московской области. В среднем стоимость обновления одного подъезда – порядка миллиона трехсот тысяч рублей. Перед тем, как приступать к ремонту, мы встречаемся с жителями, с председателем МКД. Совместно мы составляем дефектную ведомость, где перечисляем в ней, какие виды работ будут. Все это с жителями обговаривается. Покраска стен, цветовая гамма. Традиционно в перечне работ входит замена напольного покрытия, почтовых ящиков, окон, осветительных приборов, покраска стен и реставрация входной группы. Спасибо большое от имени всех жильцов нашего дома, потому что мы долго ждали этот ремонт. Мы очень ходили, обивали пороги, ходили к начальству много раз на приемную. Благодаря нашему депутату, его усилиям, его письму, дело сдвинулось с мертвой точки и, в принципе, мы получили желаемое. Помимо этого, в планах у представителей муниципальной управляющей компании за счет средств самих жильцов текущий ремонт сделать еще в 18 подъездах. Мы сейчас, когда выходим на ремонт, стараемся идти навстречу с жителем, даже иногда в минус небольшой выходим, чтобы уже ремонт был завершенный, чтобы не подмазывать что-то, а сделать красивое. И таких аккуратных подъездов в Ленинском округе все больше. Дело за малым. Сохранить красоту, а это уже в руках самих жильцов. Юлия Пагасян, Кирилл Иванов, Ильгосадовская. Видно этого. В Подмосковье продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения региона. Недавно во взрослой поликлинике Видновской районной клинической больницы появилось новое современное офтальмологическое оборудование. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Быстро и точно определить глазное давление, поля зрения и провести полноценную диагностику теперь можно во взрослой поликлинике Видновской районной клинической больницы. Достаточно просто прийти на прием к офтальмологу, кабинет которого оснастили новым современным оборудованием. Авторефрактоинтер, с помощью которого мы можем определить аномалию рефракции. Гиперметропия, миопия, астигматизма. То есть все это проверяется на этом аппарате. Бесконтактный тонометр появился у нас для определения внутриглазного давления. Также в кабинете появилась щелевая лампа – аппарат, позволяющий произвести биомикроскопический анализ структур глаза. Без него теперь не обходится ни один прием. Здесь у нас есть периметр. Это для больных, которым нужно проверить поле зрения. Например, глоукомным больным мы здесь проводим эту процедуру. После инсульта людям. Медсестра офтальмолога Екатерина Шаврина, которая трудится во взрослой поликлинике в Видном уже 15 лет, уверяет – работать стало намного легче и эффективнее. Когда я пришла, конечно, такого ничего не было. То есть мы проверяли давление довольно-таки грубым способом, кулаковым. Но он и сейчас, конечно, у нас остался, но сейчас мы почти не пользуемся, потому что у нас есть современное оборудование, которое очень удобно в использовании. И пациентам нравится, и докторам удобно. Пациенты взрослой поликлиники также положительно оценили нововведения. Врачи прекрасные. Оборудование, по сравнению с тем, что раньше было, конечно, замечательно просто. Полтора года хожу сюда с глазами мучаясь. Но он стал лучше гораздо. Они молодцы. Помогают здорово нам. Мы решили воспользоваться служебным положением и протестировать на себе одну из новинок. Помимо пневмо-тонометра, который мы используем в поликлинике для измерения внутриглазного давления, у нас еще есть бесконтактный тонометр, который мы берем с собой на выезды. Сейчас, собственно, мы и проверим, как он действует. Для этого надо просто закрыть глаза и немножко закротимать голову назад. Так, закрываю глаза. Так. Он ставится просто на века. Вот он, результат. Новое офтальмологическое оборудование появилось в рамках областной программы модернизации поликлинической службы региона. Она реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Московской области. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня столетие отмечает пионерская организация. И у нас в гостях пионер 60-х годов 20-го века Петр Сергеевич Кононыхин. Петр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, а вы помните, когда вам впервые повязали пионерский галстук? Это незабываемое впечатление. Это в горке Ленинске, около памятника Ленина на мне повязали пионерский галстук. Перед этим, как бы трепетно мы ждали этого дня. И вот всех, кого принимали пионеры, старались какими-то успехами в учебе, в спорте и в других мероприятиях себя показать. Было очень торжественно. Ваш любимый лозунг. Помните лозунги? Всегда готов. Это любимый. Поэтому ни на одно мероприятие нас не заставляли идти силком. Был лозунг. Надо идти сажать цветы. В свое время школьная улица, это был цветущий сад. Мы ходили высаживать цветы. Мы ходили перед пионерскими праздниками. У нас всегда были линейки, торжественные марши с песнями, которые мы готовили. Ну и в дальнейшем, вот я говорю, какая помощь. Ходили и помогать в колхозы, ходили собирать металлолом. То есть была организация, которая не заставляла, а сплочала нас. Мы были таким моноделитным отрядом, которым, кстати сказать, мы до сих пор поддерживаем связь. Вы были вожатым, да? Я нет. Я был простым пионером. И мы до сих пор поддерживаем, как говорится, наши пионерские дружины поддерживают друг другу контакты. Я не буду голосованным. Вот, прошло почти 60 лет. Мы стоим около первой школы. Наш пионерский отряд. То есть все встречаетесь, поддерживаете связь? Да. Сегодня мы, как говорится, все утро посвятили тому, что поздравляли друг друга с праздником. И я от души хочу поздравить всех, кого не успел, как говорится, по телефону поздравить. Поздравить с этим замечательным праздником. Я хочу, чтобы он не уходил в лета, а восстановился. И вот во вторник на собрании пионеров и вожатов в колонном зале Геннадий Андреевич Зюганов анонсировал, что сегодня, 19 мая, в Госдуму внесен законопроект о восстановлении пионерской организации. Честно, вот весь зал встал и долго-долго аплодировал этого. Потому что все понимали, что... Это необходимо, да? Да, это необходимо. Это надо воспитывать. Это сбивать коллектив, чтобы в любом мероприятии, в любых делах друг другу помогали. Ведь пионерская организация, она была не какая-то там слишком политизированная. Она была чисто дружеской организацией. Любые мероприятия проходили весело. И уже будучи даже вожатым в пионерском лагере, мы вроде собрались, дети, с разных организаций. Но очень быстро сошлись, потому что все понимали, что чувства коллективизма, игры, песни, костры, это все... Ну, это нет такого, чтобы нас обранчало. Поэтому я с удовольствием буду, если, конечно, будет восстанавливаться пионерская организация, приму участие и в повязывании галстуков. Кстати сказать, во вторник, будучи там на мероприятии, детишки попытались повязать галстук. И мне с таким удовольствием было, чтобы им повязывать галстук. Выстроил целую очередь, а человек 10-15 я повязал в галстуке. Спасибо большое, Петр Сергеевич, что пришли в студию. Еще раз с праздником вас. Спасибо большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был пионер 60-х годов 20-го века Петр Сергеевич Кононыхин. В Лопатинской школе открылся Гагаринский музей. Первые экспонаты начали поступать еще в 2020 году. Сейчас полноценная коллекция предметов космической направленности – гордость всех учеников и преподавателей, неравнодушных к звездному небу и далеким планетам. Рассказывает наш корреспондент Галина Житкова. Космическая Лопатинская школа год за годом следует изначально выбранным ориентирам в образовании и воспитании подрастающего поколения. Учебное заведение вполне можно назвать стартовой площадкой для подготовки будущих космонавтов. Мы выстроили вообще свою такую вот воспитательную программу на стремлении вперед и вверх. И Юрий Гагарин стал для наших детей неким ориентиром, к которому надо стремиться. Не обязательно ведь в космосе, можно достигать космических высот абсолютно во всех отраслях деятельности и даже в учебе. Школа была открыта всего два года назад, именно в День космонавтики. Поэтому появление первого на тот момент во всей России отряда юно-гагаринцев было вполне закономерным явлением. Мне хочется, чтобы в гагаринские отряды еще поступали ребята, чтобы вся школа была в добрых делах. Потому что девиз Гагарина – быть первым в добрых делах. Я хочу стать космонавтом. И что же ты будешь делать, когда станешь космонавтом? Я хочу полететь на Луну. Открытие Гагаринского музея – еще один шаг на пути к освоению космической тематики в школьной программе. Буквально в каждый предмет можно включать элементы, связанные с космическим образованием. Например, там есть космическая биология уже 50 лет. По словам почетных гостей, далеко не в каждой школе есть такие музеи. Да и всего по стране их порядка 200. На торжественном открытии почетное право перерезать красную ленточку предоставили космонавту-испытателю Надежде Кужельной. В школьном музее представлены разные экспонаты. Но в космическом смешении жанров старина и современность смотрятся на удивление гармонично. Самые первые экспонаты у нас появились в 2020 году. Ученая Наталья Владимировна Маслова предоставила нам газету от 12 апреля 1961 года. Медаль из плава ракеты Юрия Алексеевича Гагарина. Таких медалей было отлито всего 100 штук. И они выдавались на Байконуре во время старта космического корабля «Восток». Юный гагаринец Павлик Колосов вместе со своими друзьями по отряду провел экскурсию для почетных гостей. Ученик 2-го класса еще не знает, что его прадедушка 12 апреля 1961 года был живым свидетелем события мирового масштаба. Евгений Коротин считает, что маловато еще внук. Мы не знали, что запуск будет запуск Гагарина. Нам не сказали. Но мы следили за этой точкой, долго-долго следили по радиолокатору. И через два часа нам объявили, командир части, полковник Криворучка, объявил, что запустили спонавта. Космическая тема продолжает набирать обороты в Лопатинской школе. Недавно гагаринский отряд стал сопродюсером фильма «Эра» в рамках проекта «Киноуроки в школах России». Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Фиднэй ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова